Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о московском Спартаке и сосредоточиться на личности главного тренера Доминико Тедеско, который сейчас получает достаточно серьезную критику. Даже я, хотя я достаточно оптимистично воспринял его назначение и позитивно отношусь к нему как человеку и как специалисту, даже я в концовке своего обзора по матчу с Тамбовым высказал определенные критические мнения и отзывы касательно работы вот этого специалиста и следует отметить, что я здесь не одинок. Поражение от ЦСКА еще можно было объяснить определенными личными ошибками, там Зобнина, который красную привез тем, что матч неудачно сложился, тем, что соперник принципиальный, тем, что сейчас мы видим ЦСКА действительно на подъеме после всей этой истории с уездом и приездом Гончаренко, ну на примере того же самого матча с Ахматом, где ЦСКА просто уничтожил соперника. Однако поражение от Тамбова это уже серьезный звоночек, тем более, что сразу вспоминается потеря очков с Уфой, очень похожая, то есть играл Спартак дома против закрытой команды и не смог ничего показать в плане позиционной атаки. Поэтому здесь возникает логичный вопрос, что же все-таки происходит и стоит ли Спартаку связывать свое будущее именно с Доминика Тедеско, либо он может быть не прошел определенный такой, знаете, испытательный срок. Давайте разберемся. И здесь я даже попытаюсь немножко защитить этого наставника от той критики, которая летит со всех сторон и периодически, как мне кажется, является просто неадекватной. Друзья, многие из вас, скорее всего, как и я, любят спорт. А что если я скажу вам, что на этом можно еще и неплохо заработать? Я недавно наткнулся на очень интересный телеграм-канал FloraBet с бесплатными прогнозами на спорт. В нем ребята каждый день публикуют бесплатные прогнозы на спортивные мероприятия. Никаких договорных матчей, раскруток счетов, только стопроцентная аналитика каждой встречи. Если вас заинтересовал данный телеграм-канал, ссылочку на этих клевых ребят я оставлю в описании. Переходите и начинайте зарабатывать уже сегодня. Разумеется, основные поставщики этой критики это различные легенды нашего футбола, российские эксперты, ветераны нашего футбола, которые, прям скажем, негативно воспринимают любое появление иностранного наставника. Зачастую это те же самые люди из спартаковского окружения, которые критиковали Массимо Карреру, а теперь налетели на Доминика Тедеску. И при этом вспоминают, что там был Кононов, он обещал нам стеночки забегания и все остальное. В общем, веселуха здесь, конечно же, пошла. Ну и давайте разберемся в ситуации. Насколько виноват Тедеску? Конечно же, отчасти да. То, что происходит в обороне, это не может быть как-то, знаете, изолировано от наставника. Наставник, в первую очередь, и показывает качество работы по своей защите. Потому что в атаке могут вытянуть индивидуальности. Классные, яркие исполнители. А вот защита, там нужна постановка, там нужна организация. Вот здесь-то как раз тренер и виден. И по матчу с Тамбовом, конечно, только слепой бы не заметил, какие дыры есть защитил Спартака. Некоторые мячи, влетевшие в сетку ворот красно-белых, это просто какой-то анекдот. В общем, здесь есть действительно претензии. Есть вопросы по физике. Хотя о ней мы поговорим чуть-чуть попозже. Но, при этом, на мой взгляд, главные проблемы, конечно, идут не от тренера. И они начинаются еще с селекции. С того, что Тедеско еще не успел, как следует, сформировать свою команду. Вспомните, сколько трансферных сделок было оформлено летом. Вспомните, сколько было денег потрачено на усиление под Олега Кононова. И какие игроки приходили. Дорогие. Самая дорогая покупка густил, как раз-таки. А если вспоминать некоторые другие сделки, то они кажутся просто безумными. Например, Мирзов, который перешел в Спартак, именно по настоянию Олега Кононова, который привык к этому футболисту по тульскому арсеналу и перетащил его в Спартак. Теперь это чемодан без ручки. И вообще непонятно, куда этого Мирзова девать. Зачем он нужен Спартаку? Если же брать зимнее окно, то был подписан всего один футболист. Это Соболев. И хотелось бы отметить, что сейчас вот этот новенький игрок чуть ли не лучше в составе красно-белых. По тем матчам, что мы видели после коронавирусной паузы, он действительно тащит команду зачастую. Пытается лезть в обводку, там забивать мячи, правда, которые в большинстве отменяют. Но все равно он старается, пашет, работает. И это как раз-таки во многом трансферная сделка под Доминика Тедеску. Потому что я много раз отмечал, еще когда он приходил, что в той же самой немецкой Бундеслиге, в Шальке 04, он делал ставку на мощных нападающих. На того же самого Десанту, Бюргштайлера, других футболистов. Короче говоря, здесь был определенный смысл в подписании Соболева. Именно под Тедеску, и мы видим, нападающий очень неплохо себя показывают. И денежные вложения в его переход вполне себе обоснованы. Но это всего одна сделка. При этом Спартак несет потери. Например, Ширли. Я понимаю, что сейчас многие соренизируют. Нафиг он вообще нужен? Но я имею в виду то, что на старте сезона, когда Кононов был тренером, многие матчи для Спартака тогда вытягивал тогдашний Ширли. Помните, который в первых пяти матчах отметился шестью очками по системе гол плюс пас? Вот тот Ширли на том уровне, он бы пригодился сейчас Тедеску, согласитесь, с тем уровнем футбола и мотивации. Поэтому тогда у Кононова состав был даже в чем-то побогаче. У него был вот такой вот классный нападающий. Были некоторые другие исполнители. А сейчас у Тедеску есть травмы, куча потерь. Нету того же самого Ширли, мотивированного из начала сезона. И поэтому здесь, конечно же, селекция не подходит тому, что хочет Тедеску. Очевидно, что нужны трансферные сделки, что нужны очень серьезные финансовые вливания. И в частности в оборону. Три центральных защитника это схема Тедеску, от которой он не отказывается даже в случае травм ведущих защитников. Он скорее поставит Гапонова и Маслова в основу, чем откажется от этой расстановки. То есть он будет рисковать, ставить молодежь, но не поменяет свой вектор развития. Это тренер с определенной идеологией, что, кстати, тоже большой плюс. И, разумеется, ему нужно больше центральных защитников. В Спартаке, фактически, их трое. Это Жигу, Джики и Кутепов. И все. Дальше молодняк и универсалы типа Кралы. И все. Понимаете? С таким подбором исполнителей сложно проводить цельный сезон. И вот сейчас нету Кутепова, в еще одном матче не было Джики. И происходит постоянная ротация состава в обороне. Что является большим минусом? В обороне нужна соигранность. Плюс к этому фланги. Очевидно, здесь нужны другие футболисты. То, что Зобнина используют на бровке, это, с одной стороны, и неплохо, потому что там Рома чувствует себя хорошо, но он все-таки центральный хавбек. И то, что Тедеско использует универсализм Зобнина, чтобы закрыть правую бровку, это не случайно. Здесь нужны другие футболисты, которые лучше подойдут под его схему игры с тремя центральными защитниками и двумя латералями. А Эртон вот здесь практически идеален. А вот что касается правого фланга, то к рассказу, наверное, все-таки есть определенные вопросы. А Зобнин, возможно, будет эффективнее в центре поля. Как, например, в том отрезке матча против ЦСКА, где он повел команду за собой до того, как удалился. Поэтому, на мой взгляд, здесь, конечно, нужно дать ему еще время, дать нормальную селекцию, а потом уже спрашивать. К тому же сейчас мы видим, что многие проблемы Спартака связаны с объективными причинами. Ну, например, огромное количество травм, потерь, которые привели к тому, что футболисты многие не в форме, футболисты многие сейчас не готовы показать свой лучший футбол. Тот же самый Бакаев, переболевший коронавирусом, сейчас он является бледной тенью себя самого из стартового отрезка сезона. А я напомню, сейчас вот Бакаев по текущему чемпионату был, я не знаю, ну 50-60% от общих успехов Спартака. Если бы не он, я не знаю, Спартак бы сейчас, может быть, за выживание боролся бы на полном серьезе. И вы понимаете, Бакаев это был тот человек, во многом за счет которого Кононов хоть как-то держался на плаву. За счет Зелимхана его игра Кононовская хоть как-то там функционировала на каком-то минимальном уровне. Фактор Зелимхана-Бакаева нужно учитывать в первую очередь, когда мы говорим о травмах и иных проблемах. Если бы сейчас у ТДСКу был тот Бакаев прежний, который был в первой части чемпионата, ну, я не знаю, тут наверняка были бы другие результаты. Мое такое мнение, потому что Зелимхан это ключевой исполнитель. А потеря лучшего футболиста, а сейчас фактически Зелимхан отсутствует в своем привычном уровне, потеря такого игрока это катастрофа для любого коллектива. Тем более для такого уязвимого, как нынешний Спартак. Плюс травмы центра защиты, то, что я отметил, появление молодежи здесь, нестабильность, все это объективные факторы. Как и то, что соперники Спартаку за последнее время попались очень неприятные, скажем так, именно неприятные. То есть тот же самый Тамбов. Это сверхобранительная команда, которая действует от защиты, которая действует максимально плотно, тем более на выезде против Спартака, и с которой, в общем-то, и Кононов как бы не справился в первой части сезона. Это так на заметку некоторым, которые уже начали вспоминать, что раньше-то было лучше при Кононове, вот футбол-то был. Так вот, при Олеге Кононове то же самое происходило, и Тамбов точно так же обыгрывал Спартак, потому что это максимально неудобный соперник. Уфа, ну Уфа вообще за последнее время постоянно Спартак то обыгрывает, то отнимает очки, как сейчас вот 0-0. Ну а что касается ЦСКА, ЦСКА тоже команда неудобная, потому что Гончаренко сам по себе тоже тренер-прагматик. А Тедеско, его любимый футбол, оптимальный для него, это когда ты работаешь на контрвыпадах, когда ты можешь выманить соперника и его на свободных зонах ловить. Вот этого против ЦСКА просто не удалось, тем более этого не удалось против Уфа и Тамбова, поэтому сейчас вот все это сошлось воедино, и получился такой негативный результат. Одно очко за три последних матча. Поэтому если вспоминать последнюю игру с более-менее открытой командой, с арсеналом тульским, там была победа, причем победа, которая лишь в концовке была омрачена вот этой непонятной ситуацией с судейством, со всем остальным, с забитыми мячами арсенала. В общем, там все было стабильно и уверенно для Спартака до концовки. Короче говоря, здесь мы видим, что Спартак, вот действительно, он сейчас столкнулся с кучей проблем, которые во многом от Тедеско не зависят. Как от тренера и не зависят некоторые личные ошибки. Например, то, как Жиго рубит соперника в штрафной и привозит пенальти. То, как Зобнин заводится и привозит красную карточку. И это в обоих случаях ломает игру красно-белым. Так что посмотрим, что будет дальше. Повторяю, даже в оставшихся матчах этого сезона все нужно исправлять и все можно исправить у Спартака. Также следует отметить физическую форму, потому что Спартак это одна из немногих команд России, для которой на данный момент Кубок является главной целью. Просто сейчас матч с Зенитом это просто игра жизни и смерти для всего текущего сезона Спартака. И поэтому, возможно, физическая форма красно-белых, так скажем, закладывалась под этот Кубковый матч. Поэтому давайте сперва дождемся встречи с Санкт-Петербургцами, а потом уже будем выносить вердикты. Возможно, все сейчас в Спартаке жертвуются в угоду Кубку, где нужно добиться победы и выйти в Еврокубковую зону. В общем, здесь ситуация, конечно, запутанная, поэтому нужно дождаться итогов сезона. Сыплят по осени считают. Ну и еще один важный нюанс в оправдании Тедеско. Тедеско ищет, Тедеско пробует, Тедеско пытается что-то менять. То есть при Кононове команда проигрывала и ни черта не менялась. Вот просто ни черта. Понимаете, команда плыла по течению. Как только появились у Кононова новые футболисты, вернулся Бакаев, был там мотивированный Щирли, появился Тиль, вот пошла игра и в первых матчах Спартак был хорош, набирал очки, забивал, все было оптимистично, а дальше, когда этот стартовый запал пропал, все, пожалуйста, Спартак обвалился. И стало понятно, что за этими игроками, которые поначалу были хороши, на эмоциях все вроде как было неплохо, за этим стартовым порывом ни черта нет. Нет никакой тактической работы. И Кононов был отправлен в отставку. Поэтому Кононов ничего не пробовал, ничего не менял, и в этом главная проблема. ТДСКу в плане результатов, возможно, даже и похуже, чем Кононов, потому что там уже сравнивают, сколько набрал Кононов в первых матчах, сколько набрал ТДСКу и так далее. Но ТДСКу при этом ищет. Он что-то меняет. Он пытается менять фарватер игры. Он там в матче против того же самого Тамбова пошел на эксперимент со смелой позицией Жигу, который много шел в атаку, и в результате, возможно, это привело к негативным последствиям. Против ЦСКА там Спартак использовал схему с двумя мощными центральными форвардами, с очень вариативным Зобниным, фактически с треугольником в середине, где было два де-факто плеймейкера, где Зобнин проявлялся очень высоко. То есть, опять же, эксперимент. Спартак периодически пытается играть в поддавки, выманивать на свою половину поля соперников с глухой защитной стилистикой, например, как в матче с Уфой, в первом тайме соперники даже больше владели мячом. То есть, Тедеско пытается найти какие-то варианты, пытается решить проблемы. Но их так просто не решить. Поэтому в данном случае, в отличие от Кононова, Тедеско пока не дает результатов. Но поэтому он пытается исправить ситуацию. У Кононова не было ни результатов, ни творческого тренерского поиска. Поэтому, на мой взгляд, Тедеско однозначно перспективнее. И, разумеется, ему нужно дать время, и ему нужно дать нормальную селекцию. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!